Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. И тема сегодняшнего видео, хотелось бы поговорить о том, каким образом можно увеличивать именно активный доход. Сегодня больше про мышление, а не про инвестиции. Действительно хочется поговорить, высказать свою собственную точку зрения по поводу того, каким образом, в принципе, можно удваивать доход. Как часто можно это делать в течение жизни, какие ступени нужно проходить, то есть, что нужно взять лично для себя за основу, понимание того, каким образом мы можем идти по пути активного увеличения своего собственного дохода. Потому что в условиях нестабильности, в условиях турбулентности очень многим людям важно не то, что удвоить доход, людям важно, в принципе, сохранить его на том же уровне, чтобы инфляция его не обесценивала, чтобы реально располагаемые доходы непосредственно росли. Потому что если у вас растут реально располагаемые доходы, а расходы остаются на прежнем уровне, то в этом случае у вас остается гораздо больше денег, которые можно направлять на инвестиции, которыми можно распоряжаться, которые позволяют сформировать долгосрочный капитал, который позволяет жить на пассивный доход. Когда люди приходят к инвестициям, к инвестиционной деятельности, то что они обычно хотят? Они хотят получить высокую доходность. И высокая доходность, агрессивный прирост капитала, он формировается, может, за счет двух вещей. То есть первая вещь, это связано с тем, с какой нормой прибыли вы работаете. То есть вы можете свой капитал размещать на банковском депозите под 8% годовых. Вы можете разместить денежные средства долгосрочно в индексный фонд и получать в среднем 15-20% годовых. Кто-то считает, что он сможет заниматься трейдингом, найдется какой-то супер-пупер-гуру, который научит торговать, и вы сможете зарабатывать 10% в месяц. Кто-то говорит, что я буду спекулировать на криптовалюте или просто инвестировать в криптовалюту и буду делать там иксы. Первый блок, связанный с увеличением капитала, он, соответственно, характеризуется за счет того, с каким капиталом вы работаете. Раз. Два. С какой нормой доходности вы работаете. И вот моя практика показывает, что люди стремятся получить выдающийся результат в короткий промежуток времени. И давайте непосредственно об этом поговорим. А вторая история связана с тем, что вы для себя говорите, что я берегу свой капитал, вы идете по пути Уорренбафта, который говорит, никогда не теряйте свои деньги. Потому что в инвестициях чем более высокая доходность, тем более высокий риск принимает на себя инвест. И в этом случае вы выбираете путь не того, что вы рискуете с целью сделать иксы в короткий промежуток времени. А вы говорите, я уменьшу норму доходности своей, но я буду думать над тем, чтобы у меня увеличился активный доход. Потому что я провожу консультации, у нас периодически происходит розыгрыш среди участников, которые купили проект миллион долларов за 8 долларов в день. И там можно в розыгрыше принять участие, где разыгрывается моя личная консультация. И приходят разные люди. То есть пришел конкретный пример, на прошлой неделе в понедельник у меня было общение с девушкой, которая живет в Екатеринбурге. Соответственно, у нее доход 30 тысяч рублей, у супруга доход 40 тысяч рублей. И, соответственно, совокупный доход семьи составляет 70 тысяч рублей. Я говорю, что вы от меня хотите получить? То есть какой у вас запрос на консультацию? Она говорит, у меня запрос достаточно простой. То есть у нас есть ипотека, нам что делать? Нам ипотеку погашать или инвестициями заниматься? На что я говорю, что при вашем уровне дохода лучше подумать над тем, как удвоить ваш доход в следующие 12 месяцев. То есть сделать его не 70 тысяч рублей, совокупный семейный доход, а, допустим, 140 тысяч рублей. И тогда вопросы, с которыми вы пришли, они отпадут сами собой. Если у вас расходы останутся на прежнем уровне, а доход увеличится в два раза, то вы сможете и инвестировать, и гасить ипотеку, и гасить ее гораздо быстрее. И дал, соответственно, определенную совокупность действий, которые нужно совершить для того, чтобы удвоить доход. Каким образом? То есть сейчас я просто хочу это показать на примере, каким образом непосредственно это происходит. Вот смотрите, первый вариант. У нас есть некий такой условный человек, Иван Иванович, у которого доходы составляют 120 тысяч рублей, расходы составляют 90 тысяч рублей. Доход у него растет на 10% в год, расходы у него растут тоже на 10% в год, на уровень инфляции. Соответственно, доходность, которой человек планирует работать, составляет 30% годовых. И предположим, что он эту доходность делает и делает с какими-то определенными рисками, с просадками в пределах 15-20%, но тем не менее он себе эту доходность обеспечивает. Итак, финансовый результат через 5 лет, при условии, опять-таки, что у человека совокупный размер капитала составляет 4,5 миллиона рублей. Так вот, через 5 лет, в 2028 году, общий совокупный размер капитала человека составит 14 миллионов рублей. То есть, начинали с 4,5, у него, соответственно, доходы увеличиваются, но и расходы растут. И его капитал работает только с доходностью 30%. То есть, это высокая доходность, ее еще нужно поискать. Это значит принятие на себя каких-то определенных рисков. И таким образом, получается, условно, плюс 10 миллионов за 5 лет. Я не даю сейчас оценку, хорошо это или плохо, пусть это будет на ваше усмотрение. Кстати, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. А мы перейдем к следующему примеру. Тот же самый человек. То есть, вводные параметры по тому, какой размер капитала он имеет сейчас, по тому, какой он получает доход сейчас и каковы у него расходы. Предположим, что человек ставит себе, то есть, немного смещает фокус внимания, он принимает на себя меньшие риски. То есть, он доходность снижает с 30% до 20%. То есть, чтобы это было более спокойно, более размеренно, и это требовало от него меньше времени для того, чтобы получить результат, он его снижает на 30% ожиданий, с 30% до 20%. Но при этом он фокусируется над тем, чтобы годовой доход у него увеличивался на 25%. Расходы по-прежнему увеличиваются на уровне инфляции 10%. Посмотрим на финансовый результат через 5 лет. То есть, через 5 лет финансовый результат сопоставимый, 14 миллионов 900 тысяч. То есть, что мы таким образом получили? Что, когда увеличивается активный доход и увеличивается на 25%, это качественное увеличение. То есть, если доход вырос, вероятность того, что он снизится, но она не очень высокая. То есть, человек будет понимать, каким образом он этот доход увеличил, и повторять, соответственно, вот эту историю с увеличением своего активного дохода, чтобы это по-прежнему поддерживалось. Риски при этом он снижает, да? То есть, если вдруг произойдет, потому что 30% в консервативных, надежных инструментах вы не получите, то есть 30% вы получите на каких-то рисковых активах. Это или трейдинг, или торговля с плечами, или криптовалюты, которые имеют очень высокую волатильность, да? И они в определенный момент могут снижаться, и в этот момент могут понадобиться деньги. То есть, он, с одной стороны, риски снизил, в двух направлениях снизил норму доходности, с которой он работает. Во-вторых, он снизил за счет того, что он постоянно, на постоянной основе увеличил размер своего активного дохода. Результат тот же самый. Сделаем следующую гипотезу, да? Человек фокусируется на увеличении своего активного дохода на 50%, а инвестиции у него также приносят 20%. Это просто индексное инвестирование регулярное, да? То есть, на круг через 5 лет можно выйти на сопоставимую доходность. Что мы получаем в результате через 5 лет? Мы получаем капитал в 33 миллиона. В два раза больше. И здесь возникает закономерный вопрос. Максим, красиво поешь, все классно, я не могу увеличить доход на 50%. Я приведу просто такой пример. Опять-таки, там, в личных консультациях я там даю много вещей, которые позволяют увеличить активный доход. Вообще, у нас в закрытом клубе инвесторов люди на платиновой группе увеличивают доход на 100% ежегодно. Именно активный доход, не инвестиционный. Потому что мышление меняется. Сейчас лайфхак, да, ребят? Может, у кого-то непосредственно это сработает. По крайней мере, лично у моей двоюродной сестры это сработало. И тоже недавно я искал, и сейчас тоже еще личного помощника. С одной девушкой общались, да? И тоже, соответственно, я ей в свое время давал советы, рекомендации, каким образом можно удвоить свой активный доход. Какое может быть решение? Например, у вас ограничен потолок. Потолок заработной платы. Конкретный пример со Светланой, да, с которой общались. Она работает в школе, и в школе на ее позиции невозможно, невозможно просто по ставке, да, преодолеть порог зарплаты в 200 тысяч рублей. Ну, в Москве. Ну, нельзя больше получать 200 тысяч рублей. В итоге, какое сделали решение, да? Решение было следующее. Первое. Взяли личного помощника человеку. То есть, взяли еще одного человека, его можно взять в штат, открыть вакансию и, соответственно, платить заработную плату. А у Светланы, соответственно, сократилось время, которое она находится на рабочем месте. То есть, если раньше она работала 8 часов, сейчас она работает 4 часа. И таким образом, что получается? Что она получала раньше 200 тысяч рублей за 8 рабочих часов в день. Сейчас она получает 200 тысяч рублей за 4 часа рабочих, да? То есть, получается, работает в 2 раза меньше, получает уже самую заработную плату. И вот в эти высвободившиеся 4 часа, она может совмещать работу, например, работая у меня личным помощником, еще за это получая какую-то заработную плату или работая там человеком, который взаимодействует с партнерами, получая какое-то вознаграждение агентское, да? И таким образом, получается увеличение активного дохода. Поэтому я сейчас просто прошу отключить критика у вас в голове. Я просто прошу послушать меня, да? И один из таких лайфхаков, вы можете находиться на той же заработной плате, но просто делать свою работу более эффективно. То есть, делать ее в 2 раза быстрее, да? Ну, а тут же вопрос не у тебя больше, а в том, чтобы согласиться на твою начальство, нанять сотрудника тебе в помощь. Вопрос, с одной стороны, правильный, с другой стороны, ну, когда я, допустим, таким образом вопрос ставил, да, я говорил, вам ехать или шашечки на машине? Ну, то есть, есть хорошее, да, такое. То есть, можно много рассуждать, да, но при этом говорить, я могу быть эффективным, да. Я могу быть эффективным, я могу эту работу, честно, я могу ее выполнять за 4 часа. Я могу эту работу выполнять за 4 часа, которую я непосредственно выполняю. И поэтому вам нужен результат или вам нужно время? Не вопрос. То есть, если вы идете по пути, ну, я буду работать, я буду формально находиться, да, на работе, но при этом не буду выполнять вот этот функционал, который определен. Но здесь нужно дальше поговорить, потому что продолжить, да. То есть, вот первое я хотел бы показать на примере личного финансового плана, каким образом он составляется, каким образом можно посмотреть, какие у тебя будут доходы, что будет с ростом капитала в зависимости от того, что происходит с доходом. И вот перейти к следующему этапу, что называется формула успеха. И формула успеха заключается в том, что всегда есть так называемые три категории – быстро, дешево и качественно. Причем, это, знаете, есть еще такие же сопоставимые категории на рынке облигаций, где доходно, надежно, ликвидно. Причем, они одновременно не сочетаются. Если вы хотите, чтобы у вас было быстро и дешево, это будет некачественно. Если вы хотите, чтобы у вас было быстро и качественно, это будет недешево. Ну и, соответственно, если вы хотите, чтобы было дешево и качественно, то это будет точно не быстро. Абсолютное большинство людей, абсолютное большинство людей, они предпочитают находиться вот в первой категории, когда быстро и дешево, но некачественно. Хотелось бы рассмотреть этот вариант, то есть, какие люди выбирают для себя решение, когда быстро и дешево. Это подписаться на какие-то торговые сигналы, подключить себе автоследование у брокера, торговать криптовалютой, участвовать в каких-то хайп проектах, типа МММ-2011, да, кто-то использует эту историю, я получу быстрый доход. Я знаю, что это финансовая пирамида, но я не буду тем дурачком, который потеряет в этом деньги. Я быстро вскочу и быстро выскочу. Не получается быстро выскочить, скам происходит достаточно быстро. Трейдинг с плечами, когда люди выбирают, когда они торгуют с плечами, когда в шорт встают, совершают большое количество транзакций. Находят какого-то супер-пупер трейдера, который говорит, я там делаю 10% в месяц, давай ты мне дашь денег, и я тебе буду там за 50% комиссии, соответственно, тебе давать такой результат. Но если вдруг получится убыток, извини, я не шмаглак, мне никаких претензий не может. Или покупают структурные продукты, да, структурные продукты от брокеров, банков или других агентов, которые предлагаются. И это тоже нормальное решение. Другой вопрос, что лично я для себя и в своей семье, в философии семьи стараюсь вообще держаться подальше от некачественных вещей. Спасибо большое, огромное за это моему дяде, у которого была хорошая поговорка. Я слишком мало зарабатываю, чтобы покупать некачественные вещи. И поэтому история, первая история, когда вы получаете что-то быстро и дешево, вы должны понимать, ну так устроена природа, это будет точно некачественно. То есть здесь будет заложен где-то очень высокий риск или это будет некачественный рост. Это все равно, что попытаться построить дом своего финансового благополучия на некачественном фундаменте, который может в любой момент разрушиться. То есть если мы понимаем разумно, что мы не будем на некачественном фундаменте строить дом, но при этом жизнь свою и свое финансовое благополучие мы почему-то хотим построить на каком-то некачественном фундаменте. Задумайтесь просто об этом, каким образом это происходит лично у вас. Второй вариант, это бывает дешево, качественно, но не быстро. В качестве примера активного дохода здесь может служить классическое обучение, классическое образование. То есть вы сначала изучаете теорию, после того, как вы изучили теорию, у вас есть курсовая практика, преддипломная практика, которую непосредственно проходите. Начинаете применять теоретические знания на практических вещах, после этого устраиваетесь по работе. Счастье будет, если устраиваетесь на работу по специальности, на которой учились. И соответственно, есть вот такой вот параметр, что 10 тысяч часов нужно для того, чтобы стать мастером в определенном деле. То есть начинается некая наработка 10 тысяч часов, чтобы стать мастером. 10 тысяч часов это 3,5 года. Постоянные непрерывные работы каждый день по 8 часов, 365 дней в году, без отпуска, без выходных, безо всего. В нормальной реальной жизни этот промежуток времени составляет 7 лет. И действительно, если вы посмотрите лично на себя, если вы посмотрите на размер своего активного дохода, который после, не знаю, 2 лет выхода вас по определенной специальности, то он у вас реально удваивается, наверное, где-то лет через 5-7. Происходит удвоение, причем не номинальное удвоение, когда зарплата была 50 тысяч рублей, а стала 100 тысяч рублей через 7 лет. А мы вот эти 7 лет еще берем инфляционную составляющую, обесценивание денег. То есть это получается у вас зарплата не 100 тысяч становится с 50, а зарплата становится условно 150 тысяч рублей. То есть у вас реальный доход с поправкой на инфляцию удваивается. Это происходит 7 лет. И что у нас оказывается через 7 лет? Если мы снова ставим себе задачу удвоить доход, мы возвращаемся на круг. То есть вы можете посмотреть на себя, вы можете посмотреть на своих однокурсников из института. Если вы увидите разницу, что, например, если ваш доход гораздо больше, чем в 2 раза удвоился с момента окончания института, вы увидите, что вот в это промежуточное звено вы получили еще какое-то образование, еще какой-то навык. Снова стали там мастером, снова наработали свой опыт и, соответственно, у вас доход удвоился. Почему я про это говорю? Потому что образование, ну там люди моего возраста, соответственно, образование было бесплатным. Сейчас образование по большей счету платное, но где-то еще оно по-прежнему остается бесплатным. Почему я про это говорю? Потому что это еще раз схема, когда вы получаете качественный результат. То есть если вы получили качественное образование, если вы получили качественный опыт 10 тысяч часов, то в этом случае ваш опыт никуда не денется. И даже если вас уволят с этого места работы, то вы сможете найти альтернативу, где доход будет, соответственно, образом сохраниться или будет даже немного выше. Но это не быстро. Это не быстро, то есть это результат, который нужно проходить. И в чем здесь заключается риск, кому это может быть важно? Это может быть важно, в принципе, для людей, которые все-таки посмотрят данное видео и реально задумаются о своем удвоении дохода. Ребят, меняйте тогда сферу деятельности. Это может быть дальше по вашей профессии, да? То есть вы переходите в элементы управления. Например, человек закончил школу, не пошел никуда учиться, да? Говорит, а что учиться? Я права получу и буду водителем такси. То есть он может повышать свою квалификацию, быть водителем такси, эконом-класса, бизнес-класса, элит-класса. Может быть, стать водителем фуры. Я не знаю, заработает ли в этом случае его увеличиваться доход, но у него все равно доход будет, если он будет являться водителем, он будет ограничен там, ну, 200-300 тысяч рублей максимум. Это предел, да, который можно в этом случае получить. И самое главное, ту историю лайфхак, про которую я рассказал, здесь уже не срабатывает. Здесь не получится сказать, что давайте я буду работать меньше, а зарплату получать больше, потому что здесь платят за результат. И тогда ты сталкиваешься с тем, что, скорее всего, тебе, ну, ты будешь организовать какой-то собственный автопарк. Да, то есть организовывать собственный автопарк или на основе своего собственного опыта. И брать риски, потому что ты не считаешь деньги, ты не понимаешь, что такое лизинг, ты не понимаешь стоимость обслуживания, да. То есть у тебя очень простая математика. Я плачу аренду, там, условно, если это арендная машина, да. Я плачу аренду 2 тысячи рублей. Сейчас я куплю, там, одну машину, сдам ее в аренду, и мне будут платить 2 тысячи рублей, не понимая, какие еще дополнительные риски нести. Во-вторых, опять-таки, рост, удвоение дохода, да, то, соответственно, получается, чтобы получать сопоставимый доход, тебе нужно, чтобы на тебя работало, как минимум, 3-5 автомобилей. Вопрос отвечать, управлять, страховать, чтобы это не потерять. Чтобы это было качественно, да, нужно выходить на новый уровень. То есть это или повышение квалификации, или это повышение какой-то своей эффективности, но уже работа связанная с продвижением, с наймом персонала, с контролем персонала, с обучением, с мотивацией персонала, чтобы это все было надежно, да. Ты выходишь на новый круг, да, когда вынуждены развивать. И важно вот это вот учитывать, особенно для людей, которые сейчас хотят, уперлись в какой-то потолок, и понять, что, в принципе, если есть время, то можно посмотреть вот шире. Второй вариант, это очень важно, если есть дети, и дети, которые будут поступать там в образовательные учреждения, то нужно понимать, а с какой профессией связан твой будущий доход. Или ты идешь там, я не знаю, на нефтяника, ты идешь на госуправленца, ты идешь на медика, ты идешь, я не знаю, на биохакинг какой-то, ты идешь на IT-технологии. То есть нужно желательно идти в такую историю, где ты понимаешь, что нет вот этого ограничения по потолку. Потому что мы понимаем, что 10 тысяч часов – это 7 лет, плюс 2-3 года повышения квалификации. Если мы работаем с 20 лет до 60 лет до пенсии, у нас получается общий интервал промежуток времени – 40 лет. То есть в лучшем случае за свою жизнь мы сможем свой доход удвоить 4 раза, при условии, что мы каждые 7 лет будем заходить на новый круг. Если мы не заходим на новый круг, у нас доходы остаются. Они остаются на прежнем уровне, мы вот эту вот планку преодолеть не можем. Если есть понимание этого и осознание этого, то ты понимаешь важность образования. И, во-первых, в какую эстезию ты идешь, в какую эстезию ты направляешь своих собственных детей. И, соответственно, как ты сам на свою собственную жизнь смотришь. Это вот нормальная, хорошая, качественная история, в которой вы получаете качественный результат. Вы получаете его дешево относительно дохода, который получаете. Но просто вы платите за это своим временем. Вот и все. Если деньги – это мера стоимости, мы их получаем взамен чего-то. Когда человек обучается и обучается новым навыкам, получает новый опыт, дает принципиально новый результат, новую продуктивность, создает больше потребительской ценности за единицу времени, естественно, его доход растет качественно, и он уже ниже упасть практически не может. И здесь получается, почему именно в периоды кризиса возникают какие-то новые бизнесы, возникают возможности. Потому что человек может находиться на работе, у него нет вот этого осознания, у него нет этого понимания, и в конечном счете его по каким-то причинам увольняют. И тогда он оказывается в состоянии, что ему нужно обучаться, то есть ему нужно искать новые возможности. Хочет он того или нет, жизнь его ставит в такие условия, что он начинает получать новые навыки. Конкретно мой пример. То есть я работал директором филиала инвестиционной компании, инвестиционного подразделения, с заработной платой, с доходом ежемесячным в районе 250-300 тысяч рублей. Соответственно, когда потерял работу, потому что сам уволился, не смог работать в Сбербанке, я был поставлен в ситуацию, я не мог не меняться. То есть пойдя по пути своего собственного бизнеса, образовательного бизнеса, то есть большой ценности, я понимал, что мне нужно обучаться составлять презентацию, публично выступать, проводить вебинары, осваивать эти технологии, осваивать в том числе новые стили продаж, коммуницировать с большим количеством людей, настраивать партнерские отношения с людьми, то есть договариваться. Я, в принципе, все это делал на работе, но здесь нужно было вообще применительно совершенно к другим вещам. То есть нужно было разбираться в маркетинге, в найме персонала, что как такового не было, потому что у меня было целое подразделение, которое занималось сейчас. А здесь вынужден был я делать. И опять-таки по прошествии 10 тысяч часов, по прошествии 5-7 лет, произошло увеличение результата. И там не про удвоение мы говорим. То есть если у меня зарплата была 250-300 тысяч, то через 7 лет это стало в районе 2,5-3 миллионов рублей. То есть там качественный скачок произошел. Но опять-таки, потому что оказался в такой ситуации, что вынужден работать. И это тоже для кого-то может сейчас послужить спасительным кругом, что плохого может быть в текущей ситуации, ничего нет, можно посмотреть куда-нибудь немножко в сторону. Заключительная история, когда можно получить быстрый и качественный результат, но это будет точно не дешево. Путь, по которому сначала я шел интуитивно, по которому сейчас я понимаю, что можно получить этот результат, это нужно ответить на вопрос, кто я, то есть какие у меня сильные стороны, что у меня сильного, что у меня получается делать, что мне нравится делать, куда я иду, то есть что я хочу непосредственно построить, что я отдаю в этот мир. Исходя из вот этих вот определенностей, понимания, что получается, что я могу, куда я иду, найти себе наставника, который поможет прийти тебе к этому результату. Здесь идет обучение непосредством классического образования, где тебе рассказывают теорию, как работает, чтобы получить определенный результат, а тебе дают конкретные шаги, конкретные действия, дают какой-то конкретный план, как ты можешь к этому прийти. Важно в этой истории, по себе могу сказать, не долбить своего наставника, потому что, как правило, это дорогостоящий наставник, ну то есть у меня наставник обходился, ну обходился, обходится где-то в среднем 200-300 тысяч рублей в месяц. За 200-300 тысяч рублей в месяц со мной встречается 4 часа в месяц. То есть нужно понимать, сколько стоит 1 час. Соответственно, если я в течение этого часа, помимо того, что мне будут давать инструкции, что я должен сделать, буду задавать вопросы, как это работает, с чем я столкнулся, люди могут объяснять, но потом, по прошествии, там, полугода работы, когда тебе объясняют, а ты не двигаешься, ты задаешь вопрос, а почему я не двигаюсь? Он говорит, а потому что ты 60-70% времени уделяешь вопросу, как это работает, да, то есть ты не задаешь конкретных вопросов, как сделать эти конкретные шаги и чем наставник может мне в этом помочь. Поэтому важно здесь понимать, что если вы определились с направлением, куда двигаетесь и какие у вас сильные стороны, выполнять указания наставникам, получать результат и после того, как получили результат, в деньгах, вы можете позволить себе содержать этого наставника и если вам потребуется ответ на вопрос, как это работает, будете ему просто платить, чтобы он вам объяснял, как это работает или просто повторять эти действия и здесь будет неважен ответ на вопрос, как это работает. И в этой же структуре, когда вы получаете, важно иметь своих собственных учеников. То есть эта история, связанная, как устроена работа в международных корпорациях, каждый раз, когда ты занимаешь какую-то руководящую позицию, как правило, в крупных компаниях задают вопрос, кто будет твоим преемлемом, то есть кто придет вместо тебя, когда ты пойдешь выше, потому что у тебя уже и бывает наставник, то есть это пирамида вверх, которая идет, и в этом случае ты должен посмотреть, определить круг потенциальных трех человек, которые могут встать вместо тебя и для них, для этих трех человек стать наставниками, потому что когда у тебя будет смещение по доходам вверх, то в этом случае эти люди встанут на твое место, ты перейдешь на более высокий уровень, как и у меня получается. То есть когда наставник соответственно идет вверх, повышение, то соответственно новый уровень задач, новый уровень результатов, который он получает, соответственно, я двигаюсь условно в его стезе. И это тоже одна из историй, которые нужно использовать, с которыми нужно работать, но здесь нужно понимать готовность, то есть готовы платить люди или не готовы платить. Уравнение очень простое, или ты удваиваешь доход через 7 лет классическим путем, по которому ты идешь, или ты удваиваешь свой доход за один год, когда ты выбираешь себе наставника. Если мы берем тот же самый интервал 40-летнего стажа работы, с 20 до 60 лет, то при 10-летнем промежутке удвоения дохода это можно 4 раза удвоиться, при дорого и быстро это, соответственно, в идеальной картинке мира, это можно в 40 раз удваиваться, и просто построить табличку в Excel, какой уровень дохода может быть от текущих параметров в зависимости от того, что если вы будете использовать. Сегодня у меня на этом все, на связи был Максим Петров, удачи, пока-пока.